здравствуйте друзья доброе утро я сегодня заступаю на дежурство по америке и мы поговорим о очередном таком заходе об очередном заходе в попытке отменить полностью обама кер вот систему здравоохранения обамскую и заменить ее чем-то это 3 3 попытка с момента того как президентом стал доналд трамп и первые две по разным причинам на что провалились сейчас наступает неделя последняя неделя законодательной деятельности в нынешнем финансовом году и после 1 октября то что можно сделать сейчас уже сделать не получится поэтому мы сейчас вот на эту тему поговорим единственно что я камеру разверну на дорогу а то так я смотрю солнышко скоро вас начнет слепить поэтому мы разворачиваемся и едем по кремниевой долине вот что происходит фундаментальная проблема здравоохранения в соединенных штатах состоит в том что в отличие от всех развитых стран западных демократий где социальный характер как бы здравоохранения является общим местом это общепризнанно никто даже и не пытается оспаривать там и так далее а в соединенных штатах этого нет то есть есть либеральное крыло которое говорит что здравоохранение должно быть но вот примерно таким а вот как на западе как не на как в канаде например вот а есть консервативное крыло которое говорит нет никаких интайтлмент с интайтлмент это когда человеку что-то положено вот ему положено там пенсия по старости это не 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 то чтобы совсем новое но все-таки это там с конца тридцатых годов то 80 лет прошло допустим не полностью бесплатная но существенно субсидированное здравоохранение для пожилых людей там после 65 лет где-то середины шестидесятых да сколько там прошло 50 лет то есть это все относительно новая как бы вещь но но 50 лет на самом деле нет не так нового но все таки и и вот обама пытался сделать такую же хохмочку со здравоохранением он говорит ну хорошо у нас есть дополнительный налог на пенсию по старости да вот на этот social security значит у нас есть дополнительный налог на медикер вот это здравоохранение для пожилых людей ну хорошо но пусть у нас будет дополнительный налог на здравоохранение и все будут покрыты ну то есть идея общая была такая то есть на практике она не была сделана там сильно замечательно это правда но но идея концептуальна вот эта концепция как бы в целом отвергается республиканской партии отвергалась скажем так еще там 7-8 лет назад когда все это обамой принималась почему я говорю в прошлом потому что сейчас они как бы в общем-то охотно готовы давать субсидии что в принципе как бы противоречит вот это их политики так вот дело вот чем дело не в том что одни говорят так а другие говорят иначе дело в том что в современном мире здравоохранение является социальной фишечкой которая таки да должна происходить как-то вот от государства так ну как-то вот финансироваться общественными фондами и так далее нет нет другого не придумали и то что мы видим сейчас вот то что происходит почему третья попытка потому что они не знают как сделать то есть они в течение семи лет очень громко кричали что так нельзя что это безобразие что социализм не работает что никаких интернет нам не надо и так и все замечательно вот они у власти и что значит теперь что что дальше происходит я вам напомню но не целиком там анекдот но вот частичку анекдота где искали черного в темной комнате искали черного кота заранее знаю что его там нет и время от времени покрикивая ага попался это вот про советскую доски философию на время от времени покрикивая ага попался и вот они 7 лет убеждали общество в том что у них есть решение и вот сейчас пришло время кричать ага попался эти но комната темная код черный и его там нет в принципе там нечего ловить понимаете поймать ничего нельзя и в этом состоит как бы драматизм ситуации то есть 7 лет сознательного полусознательного несознательного обмана общества состоящего в том что решение есть капиталистическое решение не либеральное не не вовлекающие вот каких-то там интайтлмент что она якобы есть и и несут на него никогда не не показывали какое оно есть на игру если мы придем к власти так уже точно есть уже точно будет уже сейчас вот уже вот вот но уже девять месяцев прошло как у них большинство в обеих палатах и президент и они уже третью попытку делают и мы не знаем получится у них сейчас или нет потому что ситуация такова что имея 52 голоса в сенате и 100 им достаточно 50 чтобы закон прошел потому что когда ляжет 50 на 50 поскольку вице-президент в республиканский вице-президент в этой ситуации становится как бы 101 голос получает 101 голос то есть им 50 достаточно но они друг с другом не могут договориться из-за чего они не могут договориться друг с другом потому что есть республиканцы идейные который говорит никаких субсидий не надо есть республиканцы прагматичные которые говорят ну нельзя уж так чтоб совсем там все поотнимать там ну может быть тут немножко там немножко здесь там как-то более такие покладисты и получается такая история что Не хватает Не могут собрать вот эти 50 голосов Вот пару месяцев назад Когда голосовали так драматически Сенатор Маккейн от Аризоны Один его голос Как бы все решил Он мог бы быть 50-м Но он не стал им Так, палец вниз показал и ушел Значит Но дело вот в чем Дело не в том, что они за что-то проголосуют Понимаете Значит проголосовать за что-нибудь Это просто очередной раз прокричать Ага попался При том, что кота нет Комната темная есть А кота в ней нет И все это знают Вы можете сказать, а почему Если все знают, что кота нет Почему это все происходит Это отдельный вопрос Вот смотрите, я пример другой приведу Вот сейчас, например, говорят Вот сейчас как жахнем реформу налогообложения И там уже ходят Циркулируют там среди лоббистов Белого дома Какие-то ходят уже цифры Говорят, что вот налог с предприятий Понизит с 35% до 20% Это создаст много, так сказать Денег дополнительных у компаний Соответственно, они начнут расширять производство Создадут новые рабочие места Много новых рабочих мест Это в стране, в которой безработицы практически нет сегодня В стране, в которой безработицы нет Говорят, давайте создадим новые рабочие места Но при этом, говорят, давайте сократим в половину легальную иммиграцию Абсурдность Просто зашкаливающая Ну не бывает Ну что же это такое Ну это же кем надо быть, понимаете И тем не менее, такие взрослые дяди Они так с серьезным видом все это обсуждают Вот да, вот тут сократить Там, значит, увеличить И так далее Ну хорошо Значит, то же самое происходит со здравоохранением Они так правдоподобно рассказывают о том Что они сделают с этим черным котом Которого они фактически уже поймали Понимаете? А кота нет, и они знают об этом тоже Вот такая вот фигня Поэтому фактически сейчас Речь не идет о реформе здравоохранения В том смысле, в каком мы, как граждане, как потребители Можем этим воспользоваться Речь идет о том Как лучше сохранить лицо Которое сильно побито канделябрами Значит, как его лучше сохранить Значит, вот это лицо, можно сказать То есть Один канделябр тебя бьет За то, что ты обещал что-то сделать И ничего не сделал И это требуют от тебя люди Которые не понимают, что ничего сделать нельзя Они говорят, ну ты же обещал И надо как-то лицо сохранить Тебе бах канделябром С другой стороны Эти же самые люди Которые требуют, чтобы ты что-то сделал Первыми пострадают Когда ты сделаешь то, что ты пытаешься сделать Вот то, что сейчас республиканцы пытаются сделать Первыми лягут Под топор Те самые люди, которые за них голосовали То есть они пострадают И Но они еще этого не знают Они же голосовали не за то, чтобы под топор Они-то голосовали, чтобы было лучше, чем Обама Керр Понимаете? Нет такого инструмента в наборе У тех, кто сегодня рулит И вот Тут одним канделябром тебя побьют Или другим канделябром тебя побьют Вот это фактически тот выбор Который сегодня Есть у Республиканцев в Конгрессе Вот Ну Трамп как бы известно, что Ему по большому счету пофигу Как они там договорятся Ему важно поставить галочку Вот я обещал Значит Там Я сделал Мачо Сказал, Мачо сделал А что там конкретно? Он как бы много раз демонстрировал Непосвященность и незаинтересованность То есть вот это совершенно не его тематика Может быть ему больше интересно было бы там заниматься Снижением налогов Вот какой-то такой экономической темой Мы не знаем Но Но ему пофиг И вот Фактически тот выбор Который будет Ну Как сказать Проявляться как-то в течение этой недели Да Значит Почему этой недели? Для того, чтобы закон был принят Сенатом Он должен иметь большинство В две трети Но Это невозможно То есть такого большинства у республиканцев нет У них там чуть-чуть больше 50% То есть на это Их не хватит Договариваться с демократами Они тоже не хотят То есть как бы у нас Не такая ситуация Чтобы вместе что-то делать Хорошо Поэтому Принять закон Они не могут Но Есть уловка Уловка состоит в том Что Для принятия решений Касающихся денежных Вопрос Достат Бюджетных Бюджетных Достаточно Простого большинства Это специально сделано так Чтобы Когда речь идет о бюджете страны Чтобы не было таких блокировок Серьезных Половина есть уже достаточно И вот Нынешний финансовый год Как раз и заканчивает С 30 сентября А с 1 октября будет новый Поэтому после 1 октября Будет как раз Вот Прием заявок на лотерею Следующую Гринкарт Там и так далее То есть вот 1 октября Это очень важный день Если до 1 октября Они могут просто Перебрасывая деньги Там из программы В программу Из кармана В карман И так далее Они могут Простым большинством Принять решение И фактически Изменить закон Через бюджет А не через голосование За этот закон То вот После 1 октября Эта фишечка У них пропадает Таким образом Третья попытка Отмены Отмены Замены Обама Кера Может оказаться Ну если не вообще Последней То Скажем так Последней На каком-то Протяженном Промежутке времени Продолжительном Промежутке времени Потому что Ну вот как бы Не получилось Не получилось Кроме того У нас же все-таки Выборы Еще через год Ну почти через год Чуть больше Чем через год Были очередные выборы Где поменяется полностью Палата представителей И Треть Ну почти треть 28 человек Из 100 Сенаторов Вот И Что-то такое Может измениться В том смысле Что Может не оказаться Большинство В обеих палатах У республиканцев Что сделает Их Дальнейшую Законотворческую деятельность Практически Если не невозможной То Во всяком случае Единолично Невозможной То есть им придется Договариваться Как-то с демократами Чтобы Что-то такое Проводить Ну Посмотрим Мы Мы не знаем Но говорят Что вот при том Уровне Так сказать Принятия Непринятия Доверия Поддержки Которые Сегодня Есть Выборы Были бы Совершенно Катастрофическими Для Республиканцев Мы посмотрим В общем Вот есть Неделя Сегодня Понедельник И Вот эти Пять дней Собственно Не ограничено Рабочими днями Они и вне Рабочие дни Тоже собираются Могут выходные Если почувствовать Что вот где-то Вот-вот-вот Там на подходе Там вот эти голоса Просчитывают Пересчитывают Из пятидесяти человек Двое Из пятидесяти двух Человек Республиканцев Двое Уже сказали Что поддерживать Не будут Вот в частности Маккейн И Маккейн У него там Свои соображения И еще Сенатор Сенатор От штата Кентукки Он пол Он Идейный Такой Республиканец Он говорит Нифига Субсидии Никакие Там и так далее Вот Ну и еще Есть там Несколько человек Колеблющихся Поэтому Сегодня У них Пятидесяти нету То есть Лучший результат Который они могут Показать Это вот те самые Пятьдесят Но Минус один голос И все на этом деле Закончится И самое главное Что действительно Просто им не удастся Лишний раз Крикнуть Ага попался Зная что там Никого нет Вот собственно Речь идет только об этом Причем В чем состоит Смысл Того законопроекта Который сейчас Они пытаются провести Он состоит в том Чтобы деньги Субсидии Субсидии Которые Шли по Обама Керу Эти субсидии Использовать Иначе То есть Знаете Принципиальная Позиция Которая кричала Очень убедительно О том Что нельзя давать Субсидии Что вот эта Вот такая Принципиальная Позиция Оказалась Совершенно Беспринципной То есть Говорят Хрен с ним Пусть будут деньги Но мы их По другому Сейчас переведем Мы эти деньги Отдадим Штатам И вот пусть Штаты Там как-то Сюда То есть Это грубо говоря Обама Кер Только слегка Как-то Даже я не знаю Как сказать Испаганиной Потому что Все-таки В Обама Керри Было несколько Фишечек Очень важных Таких Как например Люди С pre-existing Conditions То есть Что скажем Страховка Не может отказать И не может С них больше денег Даже за это брать За то Что у них Вот эти Pre-existing Conditions А на самом деле Вот то Что они предлагают Вот это убирает Понимаете Подорожает Страховка Существенно По сравнению С тем Что было При Обама Керри Потому что Часть расходов Перекладывалось На плечи Тех Кто молодые И здоровые Понимаете И тогда С тех Кто там Пожилые И больные Брали меньше А если Молодые И здоровые Больше платить Не будут А это как бы Заложено В реформу Тогда Больше Должны платить Те Кто постарше Понимаете Поэтому Те у кого Страховка Реально Есть Будут платить Больше Те кому Страховка Нужна Те кто Хочет И пользоваться И так Поэтому Я даже Не знаю То есть Они взяли Немножко Изгадили Обама Керр Сохранив Самое Неприемлемое В нем Для республиканского Мышления Вот эти Субсидии Гигантские Вот И собственно Вот все Что еще Хочу сказать Поскольку У нас Время Подходит К концу Я скоро Буду В офисе 13 сентября То есть Ну там 10 дней назад Гроба Там 12 Был другой Законопроект Который Поступил На Рассмотрение Давайте Разверну камеру Или мы в тенечек Попали Как так бывает Не знаю Мне Хочется вас Видеть Поступил Другой Законопроект Совершенно Как бы Противоположный В своей Сущности Со стороны Уже Демократов Сенатор Сандерс Берни Сандерс Социалист Предложил Распространить Медикер Вот эту систему Для пожилых людей Распространить ее На все население Страны И это таки Да решение Это действительно Решение То есть Система уже есть Не надо новое Придумывать Надо просто ее Распространить Вы можете Спросить А сколько стоит Хороший вопрос Пишут Что стоит Будет Стоить будет Триллионы Ну допустим Будет стоить Там Не знаю Пару триллионов Но Пару триллионов У нас и так Сегодня стоит Здравоохранение Есть большой смысл В том Чтобы это сделать То есть Просто Сегодня у нас Масса народа Не имеет Никакого здравоохранения Понимаете А так будут иметь все И Противники этого Скажут вам Что вот Так у нас Есть качественное Здравоохранение А так это будет Бюрократами Регулироваться И соответственно Будет некачественным Ну Ничего страшного Представляете Как люди живут Во Франции Там или в Канаде Ничего страшного Но у нас Сегодня не стоит Вопрос Более качественного Или менее качественного У нас сегодня Стоит вопрос О том Что каждый год Миллионы людей Выпадают 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 Из системы У них вообще Никакого нет То есть Сегодня не вопрос Качества Сегодня вопрос Того что Или у тебя есть Или у тебя нет Так что Кроме того За отдельные деньги Никто Тебя не отнимет Качество Пожалуйста Заплати Это решение Выводит из бизнеса Страховые компании Медицинские Это решение Если оно Когда-то пройдет Безусловно Сейчас об этом Речи нет Очень больно Ударит По фармацевтическим Компаниям Потому что Им придется С государством Договариваться О ценах Это совсем Не то же самое Что вот сейчас Они договариваются Со страховыми Компаниями Поэтому Поэтому Я думаю Что вот эта идея В условиях Того что Все таки Кота-то нет Понимаете Ну сколько Можно кричать Что кота поймали При том что Кота нет И все об этом знают Поэтому Я думаю Что вот эта идея Может стать Чем-то таким Знаковым В следующей Избирательной Компании Вот буквально Уже через год А может быть И в президентской Мы посмотрим Но Действительно У демократов Сегодня нет Никакого Флага Никакого знамени Под которое Могли бы собраться Там Любители Либерального Направления То есть У них главный флаг Сегодня там Все что не Трамп Это замечательно Но маловато Маловато А вот это Было бы Очень сильным И убойным И меняющим Жизнь страны И Ну как бы сказать Способным собрать Как-то вдохновить Какое-то количество людей Поэтому Я не могу утверждать Но так субъективно Мне кажется Что Это интересный Это интересный подход Когда Обама Выдвигал свой Обама-кер Были люди В демократической партии Которые говорили Вот надо примерно Так сделать Как вот сейчас Говорит Сандерс Но Даже и Обама И многие в демократической партии Говорили что это Слишком радикально Слишком Так сказать Социалистически Не говоря уже о том Что Как говорит Сандерс Его словами Практически Там В избирательных фондах Любого сенатора Есть деньги Значит там Страховых компаний Фармацевтических Особенно То есть Им трудно Приять такое решение Которое Шандарахнет По Вот По этой части Это шестая часть Всего Всей экономики Страны Вот представьте себе Шестая часть Экономики Страны Там Два с лишним Триллиона долларов Вот так Что-то у нас С паркингом Посмотрим Как пойдет Ну в общем Вот такая Такая история Я сегодня Как дежурный Мне кажется Друзья Отбатрачил Свой срок И вас Немножко Поразвлек Вот На чем Мы с вами Так Солнышко Упало И расстаемся До скорых встреч Счастливо